Добрый день, дорогие друзья! Вы на волнах альтернативного блоговидения. С вами Андрей Курейчик. Снова такой походный формат. Бегу на заседание членов жюри Братиславского театрального фестиваля. Тем не менее, обязательно надо пройтись по новостям. И главное из них, конечно, это мега-новость, как по мне. Значит, на Павла Латушка и Светлану Тихановскую завели новое уголовное дело. Там и так у них такой букет целый почти за все. За заговор, за теракты, за эти знаменитые теракты от Светланы Тихановской, которые потрясли мир за подготовку к беспорядкам. Ну и кучу-кучу, я не помню уже. Всего огромное количество статей. И вот добавили новую, но, друзья, это новое меняет все дело. Значит, на Светлану и на Павла Латушка завели дело за присвоение власти должностного лица. Потрясающая статья, потому что, как минимум, она предполагает, что Павел Латушка и Светлана Тихановская получили эту власть. То есть стали, хоть и незаконно, конечно, незаконно с точки зрения Лукашенко, но, тем не менее, они стали должностными лицами. Должностными лицами Республики Беларусь. И это фантастика. Ну а каким должностным лицом может стать, или власть какого должностного лица, полномочия какого должностного лица может присвоить, например, Светлана Тихановская, но только президента Республики Беларусь. То есть опосредованно, без всякой инаугурации, белорусское государство признало ее, да, незаконным. Ну, это, знаете, законный, незаконный, это суд решит. Но президентом Республики Беларусь. Видите, не я, не иностранные лидеры, белорусское государство в лице, не знаю, генпрокуратуры или следственного комитета назвали Светлану Тихановскую человеком, который получил, там, путем присвоения или как там, но тем не менее получил полномочия президента. Уж не знаю, какие полномочия там присвоил себе, какого должностного лица Павел Латушка, по мнению генпрокуратуры. Видимо, премьер-министра или министра иностранных дел, да, потому что, ну, должностное лицо конкретное, ну, кого конкретно может, чьи конкретно полномочия может присвоить народное антикризисное управление Павел Латушка. Скорее всего, правительство, правительство. И вот так, видите, тихой сапой, удивительным образом само белорусское государство признало, что данные два лица имеют, получили тем или иным способом, повторяю, это уже вопрос суда, который признает, или это законный способ, или незаконный способ, да, может и признать законным вдруг, но с того не с сего, кто его знает, но тем не менее полномочия президента и правительства Республики Беларусь. Санкция там небольшая, два года, что удивительно, то есть присвоить полномочия должностного лица, неважно какого ранга, там, высоты, должности, всего лишь два года. Я думаю, не сильно это поменяет что-то в картине их уголовного преследования, но сам факт, как по мне, потрясающий. Произошло это после чего? Произошло это после конференции в Нюрнберге, да, этот Нюрнбергси процесс, значит, естественно, я тут из-за фестиваля не мог ее смотреть, она целый день шла, ну, какие-то куски, и я понял, почему. Значит, есть две причины, почему эта конференция так их взбесила и оказалась реально важной. Вот, первая причина, что это очень символично, действительно символично, что режим Александра Лукашенко и там все эти действия, репрессии, все это были осуждены именно там, где в свое время был осужден фашизм. И теперь в любой момент мы можем, не знаю, загуглить Нюрнбергская конференция. И увидеть две конференции. Одна, где осуждается фашизм, где там приговаривают этих всех жутких людоедов, а вторая, где точно так же осуждается режим Александра Лукашенко. Это останется навсегда. Все. Это... Google не подотрешь. Вот. И всегда эта ассоциация останется. А так как это все на английском языке было, то это останется именно в международном масштабе. То есть символическую функцию она выполнила блестящая. Ну и вторая, эта функция юридическая, потому что, да, мы все там, конечно, понимаем, что репрессии это плохо, диктатура это фигово и так далее, но для международного сообщества нужны юридические аргументы. Для этого специалисты в области права, международные, международно признанные специалисты должны каким-то образом это все сформулировать. Это на самом деле огромный труд, потому что это надо поднять кучу конвенций, законов, не знаю, всякой-всякой-всячины и выдать четкие, внятные юридические формулы. Вот это послушал нескольких иностранцев, вот они это и сделали. То есть буквально бери там их и вставляй в эти обвинительные заключения с обоснованием, с этими всеми номерами, там, конвенцией, статьями и всем остальным. Поэтому это было крайне важно. Провести такую работу, тоже это все сохранится. То есть я так понимаю, что все тексты, этих докладов, все тезисы, и все это сохранится, это такая, конечно, работа не на публику, потому что иногда это крайне скучно слушать. Статья такая, это конвенции такой-то, нарушена так-то, все скучно. Но это важно, потому что современный мир, это мир международного права, которое где-то в какой-то момент действует, в какой-то момент не действует. Но эти моменты меняются. И как только будет возможность, эти нормы международного права, конечно, будут применены по полной. Это все понимают. Я думаю, это стало и триггером того, чтобы возбудили это уголовное дело. Как я повторяю, по мне дело потрясающее, потому что это дело о признании наличия полномочий должностных лиц Беларуси у Светланы и у Павла. Пусть и очень незаконных, пусть и очень незаконных. Это другой вопрос. Но признание самих полномочий президента и, видимо, премьер-министра у Светланы и у Павла. Друзья мои, постараюсь выходить. То, что я в таком режиме, не означает, что вы не можете помочь. Не ленитесь, пожалуйста. Зайдите на Патреон, зайдите на Донат Алертс, и помогайте каналу. Я надеюсь, скоро выйдем в обычный режим. Но нам надо сейчас выстоять. Нам надо быть вместе. Спасибо всем, кто смотрит, подписывается, ставит лайки, комментирует. Это был Андрей Курейчик. Видите, дошел уже до Министерства культуры, до Театрального института, пошел журить. Всем пока! Пока!